В Европе начинается первый чемпионат после Белоруссии. Бавария влияет на мировые футбольные системы. В России никак не могут понять, сколько будут играть команд 16, 18 или 20. Англия собирается свой чемпионат доигрывать в Австралии без зрителей и с бесплатным телевидением. В нашем выпуске выступает бывший генеральный директор локомотива Лия Геркус. А в конце мы отвечаем все на вопросы наших зрителей, которых все больше и больше с каждым разом. Всем привет! В эфире четвертый выпуск «Коронобизнеса». Вместе с руководителем Международной школы спортивного менеджмента Максимом Велицким мы обсуждаем самые последние новости в мире спорта, причем их становится очень много. Максим, привет! По сравнению с тем, что было на прошлой неделе, новостей стало уйма. Говорят, что мир остановился. Это вовсе не так. Потому что химки вдруг бы собирались в премьер-лигу, хотя вроде как урезали состав. Англичане поехали в Австралию, в кавычках, почти поехали, чтобы доигрывать там АПЛ. А 9 мая уже безо всяких, как говорится, аннексий и контрибуций начнется европейский чемпионат. Совершенно точно. На Фарерских островах. И более того, права на трансляции местной лиги уже 12 туров купила норвежское телевидение ТВ-2. Причем, что они рассматривали покупку чемпионата Белоруссии, как это сделал матч ТВ у нас. Но посчитали, что по менталитету, по картинке им это не очень подходит. Обязали фарерцев местное телевидение обвооружиться дополнительными камерами, как они делают только при трансляции кубковых матчей, решающих за чемпионство. Фарерцы стали брюзжать, что вот сейчас мы все это сделаем, потом про нас через неделю забудут после того, как подключатся другие чемпионаты, и мы будем в минусе. Но вот 12 туров норвежцы купили, и это, конечно, такой ура-ура прорыв. При этом у нас вообще, получается, было 16 команд в российском чемпионате, а сейчас их сколько будет? 20. Уже Чертанова просит, чтобы их стало больше. Николай Ларин выступил на эту тему, дайте нам поиграть. Вызвал неоднозначную этим реакцию. И Ротархимки вдруг оказались теми, кто должен повыситься в классе. Пока что еще виртуальной лиге. Давай слово тебе. Интересное время, да, мы переживаем. Сейчас все больше и больше из того, что ты сказал, из того, что мы обсуждали, вырисовывается такое будущее футбола, в котором очень под серьезную угрозу становится спортивный принцип. Потому что и в первую очередь, что касается Чертанова, и что касается других лиг и других стран, мы все больше и больше становимся свидетелями того, что происходит неразбериха и нужен какой-то единый путь. Надеюсь, что за этим наблюдает не только большое количество министерств всяких и государственных структур в разных странах, но и УЕФА. Все-таки, действительно, Пьер де Гупертен, его идеи уже, к сожалению, устаревают. Что касается Чертанова, то я склонен, и уже, кстати говоря, не в первый раз это происходит, потому что есть замечательный клуб «Велес» московский, и Женя Шеленков, руководитель и представитель владельцев этого клуба, очень разумный человек. Извини, я тебя перебью, я напомню, что этот клуб выступает в зоне запад ПФЛ. Да, мы с ним обсуждали тоже в том числе и возможность перевоза вот такого вот опыта в какой-нибудь город, где есть либо возможность построить небольшой стадион, где есть, может быть, лояльность властей. К сожалению, в Москве такие клубы выжить не смогут, потому что у них просто нет болельщиков. И это должно быть очень серьезным критерием. Так же, опять же, как в КХЛ, где мы говорили, что Югру, например, не дали ей играть дальше в КХЛ, в том числе и по критерию интереса болельщиков. Ну, невозможно за год-два или три с нуля запустить десятки тысяч людей на трибуны, какой бы хороший футбол ни был. Единственный опыт, который я знаю, противоположный, это, конечно, ФК Москва, потому что ФК Москва все-таки... Ну, тогда еще были времена немножко другие, и все-таки за ФК Москва играли не собственные воспитанники, а довольно известные игроки, такие как Симак, Кузьмин, Раду Ребежа, приезжал Бракомонте, приезжал Бариентес. Это был уровень, в общем-то, действительно, пятого-шестого места как минимум. Хотя они могли выходить даже в Лигу чемпионов. Убер, вот Максим Белицкий. Ну, слушай, на самом деле, ФК Москва без Максима Белицкого стала действительно серьезной угрозой для всех команд, вырастив кучу игроков, вырастив тренера Слуцкого в том числе, и большую прияду специалистов, таких как Антон Евменов и Олег Яровинский, например. Да, но Чертаново-Велес – это классные проекты с точки зрения футбола, с точки зрения того, что, например, Велес – это частный клуб. Но развиваться им нужно там, где может быстрее вырасти болельческая аудитория. Вот Тосно был примером, но Тосно уперся и в спонсорские деньги, к сожалению, и в отсутствие нормальной площадки. И в отсутствие, я бы сказал, может быть, нормального менеджмента и маркетинга. Да, поэтому, что касается как раз-таки спортивного принципа, то лиги должны принимать критерии, они, может быть, должны быть еще жестче. И есть такая вещь, как лицензирование РФС, а должна быть еще какая-то система, такая же, как ПХЛ. То есть должна быть система дополнительной, лицензирование, и здесь РПЛ должна просеивать такие идеи через жесткие рамки требований бизнеса. И тогда, может быть, симбиоз вырастет интересный между спортивным принципом и коммерческим принципом. Такой, как, например, сейчас немецкая хоккейная лига пытается ввести, потому что там есть Лига-1, Лига-2, там долгое время не было ротации, но сейчас многократный чемпион ДЛ-2 Франкфурт, Лайонс, там очень серьезно стали бить в бубен, бить в набат болельщики, устраивать акции. И, насколько я знаю, они уже были готовы к тому, чтобы чемпиона ДЛ-2 вводить в ДЛ-1. При наличии, опять же, критерия. Но критерии у Франкфурта есть. Вот это разумный подход. Хоккей, он гибче гораздо, несмотря на то, что мы все живем как бы под колпаком Олимпийского комитета, FIFA, UEFA и ХАФЭ, но там люди гибче. Вот как раз на эту тему, по поводу эксперимента, связанного с переходом все-таки к балансу между спортивной составляющей и коммерциализацией, вот сейчас чуть ли не самое время, когда все остановилось, и никто не понимает, когда что возобновиться. Нам удалось получить мнение экс-гендиректора локомотива Москва Ильи Геркуса, и вот как раз сейчас его послушаем ровно на то, что он сказал в ответ на наше предложение, почему бы не закрыть лиги и на какое-то время переостановить обмен между ними. Тем более сейчас спортивный принцип никаким образом не соблюдается. Я, честно говоря, не сторонник этого решения, мне оно не нравится, потому что оно приведет к отсутствию сейчас интриги в оставшихся восьми турах чемпионата, если они будут сыграны. Мы верим, что они будут. То есть сейчас непонятно, чем вообще будут заниматься команды второй половины турнирной таблицы в матчах между собой. Вот что им делать сейчас? Это сейчас, а вообще, если опять же посмотреть на несколько месяцев, может быть на пару лет вперед, но вы же как человек, который, по сути дела, провел агрессивный маркетинг в локомотиве, почему бы это не создать возможность для того, чтобы та же Final шагнула бы тоже вперед с точки зрения самораскрутки, на какое-то время обмен между лиговыми прекратился, потому что как, ну эти никто не вылетают, эти не вылетают по одним причинам, эти по другим. Другие не хотят влетать. У одних нет денег, у других нет инфраструктуры, еще чего-то, еще чего-то. Пожалуйста, создайте твердую лигу, устройте в ней свои соревнования, которые будут престижным, ну, это чемпионат ФНЛ, с плей-офф, со всеми там причитающимися ковришками, со зрительским интересом. Раскрутите интерес к футболу хотя бы на этом уровне. Может быть, стоит прекратить этот обмен между лигами хотя бы ненадолго, пока все не придут к общему моменту? Вы знаете, да, на самом деле звучит интересно. Это прям сложную работу нужно проделать, чтобы добиться успеха в такой ситуации. Но я бы не отметал эту мысль сразу, она звучит разумно, на самом деле. Почему нет? Можно как минимум исследовать. Я не говорю, что, блядь, надо бежать и внедрять, но это надо хорошо очень подумать о бренде ФНЛ. И вот это вообще тогда нас переводит в плоскость рассуждения о бренде о ценности футбола для людей в России. А что мы даем, а что мы не даем? Какие ожидания мы оправдываем, а какие ожидания мы обманываем? И это большой разговор, на самом деле. Особенно сейчас, в об этом есть время поговорить, когда идет вовсю разговор о том, что хватит жить на государственные деньги в футбольном клубе. Вовсю. Ну, отчасти. Популятивный разговор, да, я все-таки считаю, что есть доля популизма в этом. Но, тем не менее, как начало разговора, почему нет? Можно подумать, да. Давайте порассуждаем все. Хватит жить на государственные деньги. Замечательно. Тогда на какие деньги жить? Ну, понятно, что жить все равно надо на какие-то деньги, да? Очевидно. Да. Неважно, значит, очевидно. Нам предлагается начать зарабатывать на рынке. Давайте-то все посмотрим, а что мы сможем зарабатывать на рынке, и что для этого мы должны делать, и какой должен быть рынок. Вот порассуждать на тему телевидения, насколько оно не живет на государственные деньги, да, мы же там, ну, мы же связаны с телевидением, наш спорт же по телевизору, большинство людей употребляет. Если мы говорим, что мы исключительно рыночная структура, как футбол, к примеру, или стремимся к этому, то тогда нам нужны рыночные партнеры в медиасреде. Кстати говоря, очень разумная была мысль по поводу того, что что-то нужно сделать и с медиарынком, да, потому что в отличие от чисто истории с государственным финансированием футбола, да, здесь еще действительно нужно и какую-то конкуренцию с медийным рынком, на медийном рынке делать. Но она уже на самом деле наклевывается, потому что матчи премьер-лиги сейчас сублицензируют Иви, а та же английская премьер-лига теперь показывается на Окко. Но, а еще где-то осенью меня спрашивали по поводу намерения Яндекса купить права на Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Деньги у этих ребят есть. Mail.ru тоже может это сделать, какая там у них платформа есть. И на самом деле тут единственное опасение, которое может быть, это то, что эти провайдеры, они не могут платить столько, сколько платит тот же матч и конгломерат весь. Вот, поэтому тут с другой стороны, да, эти опасения в том, что и так от телевидения наш футбол получает мало. Так давайте попробуем все-таки перезапуститься и дальше двигаться. Просто, понимаешь, нельзя до бесконечности пытаться подпитывать то, что не должно подпитываться государственными деньгами. Рано или поздно государство плюнет и перестанет финансировать наши клубы. Так, а у него уже плюнуло. Вот вчера же Олег Матрицын выступил, министр спорта. Он, вот, читаю, госфинансирование сохранится. Деятельность госучреждений, безусловно, продлится на федеральном, региональном уровне. Риски будут минимизированы. Наши тренеры-спортсмены будут защищены. Минспорт будет продолжать финансировать централизованные спортивные соревнования, учебные сборы для зарплаты спортсменам и тренерам. С профессиональными клубами происходит серьезная история, и ясного выхода из этой ситуации я пока не вижу. На самом деле государственное финансирование, оно сейчас осталось только, наверное, ну или псевдо-государственное, только в футболе, хоккее и баскетболе. Отчасти в волейболе. Но смотри, что происходит в том же гандболе. Клубов, которые питаются из бюджетов городов и регионов, их гораздо меньше. И тут на первый план выходит уровень подготовки. И у девочек, на самом деле, которые конкурентоспособны на мировой арене, остаются. У них это все в порядке. У нас есть центры подготовки в женском гандболе очень серьезные. Это Краснодар, это Тольятти, это Астрахань, это Московская область. Даже Санкт-Петербург. Ну да, из Питера есть. Просто они уезжают, здесь им негде играть. Да, они уезжают. Они уезжают в Ростов. Клуб буквально представили его в начале марта, как вдруг все слопнулось. Теперь непонятно, когда проект будет реализовывать. И там и уровень совершенно другой, там денег гораздо меньше. Что мне пришло в голову по поводу высказывания Матытцина? Да, конечно, у нас профессиональные спортсмены, но это сборная. Они финансируются согласно единому календарному плану мероприятий. И если в той же федерации гандбола сотрудники, большая часть получают деньги от федерации, то штаб сборных получает деньги от Минспорта. И все сборы, выезды на международные соревнования, они оплачены согласно определенному плану и определенной заявке администратора сборных команд и так далее. Мне пришла в голову мысль, что государство не может бросить в одночасье и госбизнес, все клубы. Давайте скинемся и будем финансировать школы, будем финансировать инфраструктуру, будем финансировать консультантов из разных стран, из лучших, опять-таки, футбольных держав. Но, опять же, это надо делать с умом, потому что все, что происходит у нас, это у нас не умеют пользоваться услугами консультантов. Потом говорят, что эти консультанты ничего не приносят. А на самом деле, мне прекрасно с позиции бывшего сотрудника Лагардер, мне прекрасно это видно, что, главное, этот путь должен быть обоюдно выгодным, двухсторонним. И консультанты должны по-другому себя вести. Но и с точки зрения заказчика, то есть государственных структур, это все тоже должно быть гораздо гибче. Тогда будет результат. Он всегда будет, если подходить к этому с умом. Оставляем, например, на пять лет финансирование в каком-то объеме, и через пять лет спрашиваем, что выросло, и постепенно снижаем этот уровень финансирования так же, как это будет, по крайней мере, подразумевается, с федеральными стадионами, которые были построены к чемпионату мира. Семи штук. Это Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород. Ну, те самые, кроме Сочи, Казани, Москвы и Питера. Поэтому это разумный путь. Хотя, конечно, много кто говорил, что такие суммы отдавать на содержание стадионов, по 500 миллионов рублей на стадион в год, это катастрофа, это очень много, что это растащат. А вот дальше, когда там 20 какой-то год будет, 22 или 23, дальше они уже будут выплывать самостоятельно как-то. Вот нужно все равно окунуть наш бизнес в ту сферу, в ту среду, из которой будет очень сложно, но возможно выбраться. В общем, сейчас много будет кипеть возмущенных разумов относительно того, что поделали ротер-хинки, влетают в высшую лигу, поделали, там остаются те, кто занимает последние места не так давно. Главный тренер Ахмата Игорь Шаримов чуть ли не назапил о том, что он будет рад приостановлению турнира, потому что в таком случае его команда не вылетит. Но дело в том, что все это происходит не только у нас, потому что во Франции началась революция, Термидоры журминали, потому что сезон они приостановили, вообще остановили, зафиксировав те позиции, какие есть. Леон уже, который со своего седьмого места пытается подавать уже в суд и подаст, я абсолютно уверен. Месье Оля никогда в жизни не отпустит это, президент клуба. Но даже что уж там Леон, он Амьен, который всего там, по-моему, в четырех очках от предпоследнего места, имел все шансы удержаться, теперь он полетит во второй дивизион, кто будет эти издержки покрывать теперь. Потому что он вылетает туда не по спортивному принципу. Опять спортивный принцип нам все мешает. А в НХЛ, например, возобновят чемпионат летом и плей-офф проведут, все закончат, а зато новый сезон стартует с декабря. Они вообще гибкие, им плевать на всех, они в локаутный сезон, я помню, это был 94-95, они просто сыграли там по 40 игр и все, и был плей-офф. Никто никого ничего не спрашивал, почему бы так не сделать сейчас? Сделайте две группы, в конце концов, в сезоне 20-21. Пусть сыграют между собой, потом будет финальная пулька или плей-офф. Чего мешает это сделать? Это все-таки действительно получается перенос одной модели моментально на другую. Так, наверное, все-таки не получится. Потому что у них есть и потолки зарплат, которые мы с тобой обсуждали в прошлый раз, и которые мы сейчас с тобой продолжим обсуждать, потому что глава управления Фортуна Дюссельдорф вдруг поддержал, вдруг в кавычках, Карл Хаймс Румениги, который ты уже сказал буквально вчера, что, ребят, надо было уже пересмотреть все движения, какие происходят в мировом европейском футболе. Давайте-ка мы будем ориентироваться не только уже на события в Германии, а на весь мир и переносить новые правила жизни. То есть слишком много получают игроки, слишком много получают агенты. Так что глава Фортуны Дюссельдорф не такой уж смешной дядька оказался. Там, кстати говоря, еще и не только высказывался Румениги, а помимо Редгермана высказались еще и в Бремени. Кстати говоря, Дюссельдорф – это не такая уж и деревня, это мощнейший город, это крытая арена. И несмотря на то, что они по спортивному принципу очень часто оказывались во второй лиге, да, это очень мощный регион и арена очень крутая. Это город, я бы сказал, с шарфиком Барбери на шее. Они очень серьезно все проработали, я уверен, абсолютно заранее, уже сейчас просчитывают, что это шанс для них, вот этот простой, для того, чтобы продолжать переделать мир. Руменигий раньше говорил про эти вещи, просто они как бы звучали тогда в обычной жизни, как какие-то вбросы, которые Бог знает когда, начнут превращать, притворять жизнь, а сейчас они выглядят уже вполне реальными. И вот, но единственное, что я все равно не очень понимаю, как модели начал можно перенести вот в одну секунду сюда. На этот счет давай послушаем Геркуса еще раз, есть у него хорошая тирата на этот счет. Глава правления Дюссельдорфской Фортуны, он уже поднял такой вопрос в воздух, как потолок зарплат. То, о чем давно говорили, мечтали большевики, оно может стать реальностью, потому что так сказал немец. Понятно, что они там еще могут долго-долго этот вопрос решать, и сейчас это могут быть только популистские высказывания, но тем не менее это уже прозвучало. Следом могут прозвучать идеи об отмене агентских выплат. Как вы думаете, насколько это реальность? Ну вот если бы этот голос звучал бы из клуба такого, как Бавария, я бы это очень серьезно воспринимал. Но все-таки Фортуна Дюссельдорф, при всем моем уважении, мы знаем, что это команда лифт, она то здесь, то там, и все их инициативы, но они немножко несерьезно будут восприниматься. Это первое соображение. Второе соображение, все-таки потолок зарплат, это инструмент, который применяется в конкретной обстановке в Соединенных Штатах Америки, где вообще изобрели вот эту философию выравнивания шансов. То есть как бы хорошо команда не сыграла, на следующий сезон лига искусственно делает все, чтобы аутсайдерам дать возможность ее догнать в следующем году. То есть они получают первые номера драфта и потолком зарплат придавливают победителя, чтобы он за счет своего успеха не мог скупать игроков из других лиг. То есть в Америке нет, по сути, трансферов, у них есть драфт и у них есть потолок зарплат. Из этих трех инструментов мы сейчас выборочно берем один и говорим, вот это он нас спасет, в нем спасение. Мы берем абсолютно другую философию, абсолютно другую экономику и оттуда привносим американский инструмент, потолок зарплат, и говорим, ну он нам сейчас поможет, давайте с ним поработать. На мой взгляд, это не выход, это так не бывает. Либо копируете всю модель, вот всю целиком, но и тогда, да, пожалуйста, развлекайтесь, вот потолок зарплат, все знают, как его применять. Если вы берете угольный рынок трансферами, с отсутствием ограничений иных, потолок зарплат, я не представляю, как можно уравнять Баварию, Мюнхен, Мюнхенгладберг, допустим, и Фотон, и Дюссельдор. Вот как можно единый накрытие, в чем они одинаковые, в чем еще они похожи? Что касается системы МЛС, то в Германии, конечно, невозможно будет выдать одну сумму на все клубы, ну одну цифру, вернее, не сумму, а одну цифру, поставить там, не знаю, 50 миллионов евро, и все, вот платите не больше 50 все. Ведь в НХЛ, потолок зарплат в НХЛ, это величины гибкие, которые зависят от доходов клуба. И у Оттавы и Торонто он абсолютно разный, потому что это разные рынки. Оттава вообще клуб или Феникс, которые долгое время были под угрозой переезда. Поэтому это то же самое может касаться Дюссельдорфа и Мюнхена. Но тут еще какая вещь. Я за потолок, но это должны быть проведены серьезные исследования и сделаны правильные выводы, потому что в НХЛ существует еще и драфт, когда Питтсбург, который влачил жалкое существование, получив на драфте там 80 какого-то года Марио Лемьё, создал из этого всего династию. То же самое было с Кросби, с которым, опять же, тот же самый Питтсбург пошел в гору. Почему? Потому что драфт – это когда худшая команда по итогам года получает право выбора лучшего юниора, то есть право выбора первым. Тогда Германии нужен драфт. А это уже, к сожалению, история совершенно другая, потому что в Германии академии старших возрастов привязаны к клубам. В Канаде, в Штатах, откуда берутся юниоры? Из абсолютно независимой системы подготовки, которая одна у университетов, вторая у каких-то лиг типа Квебик Джуниор Хакки Лиг, где Радулов играл, выигрывал там с Патриком Руа. У них-то все по-другому, поэтому что делать с этим? Но я уверен, что Германия будет в этом отношении первой, а может быть параллельно еще поступит какая-нибудь Швейцария, где регулирование в таких странах гораздо эффективнее и сделать это проще будет. В Германии футбол, это национальное явление, оно может быть таким только в единицах стран, ну в Англии тоже, но в Германии... Там, где этим начали заниматься не вчера. Да, социальное явление и это социальное государство, поэтому там прислушиваются к мнению граждан очень сильно и идет очень тщательная, наверное, дискуссия, тщательная проработка всех моментов с участием государства, с участием Бундестага, с участием руководств регионов, потому что это серьезнейшая экономика. В Германии, как я уже говорил, 90% населения поддерживает футбол в той или иной форме. Поэтому там нужно это все будет прорабатывать и это, я уверен, будет проработано и станет основой для интеграции других рынков футбольных. Но представить себе такую же историю в какой-нибудь Хорватии невозможно, потому что там совершенно другой уровень коррупции в Словении и в Хорватии, которые даже считаются чуть ли не чемпионами подговорным матчем, недоказанным. Это представить себе невозможно. Слушай, но в Швейцарии, смотри, не так все просто. Ты говоришь, что нет парашюта, невозможно обеспечить равный парашют всем Германии, но в Швейцарии ты сам видел, что президент лиги говорит, что для возобновления сезона клубам нужно 200-250 миллионов евро. Да, и кивает на государство. Там вообще хаос на самом деле, потому что мы опубликовали на странице Международной школы спортивного менеджмента такую новость, что вот они могут выходить уже скоро с 11 мая, с 8 или 9 июня начнут играть. На самом деле, почитав, поисследовав историю в Швейцарии, я пришел к выводу, что большая часть клубов не хочет возобновляться, а президент, подытоживая все точки зрения, он говорит, что мы находимся в ситуации, когда любое решение, лучшим из худших, потому что закрыться и не играть, это чуть хуже, чем играть при пустых трибунах. Опять же, что происходит с контрактами игроков? Нужно ли их автоматически продлевать или нет? Сокращение зарплат. Опять же, это можно однозначно сделать, если ты финансируешься там из бюджета условного «Газпрома» или «Роснефти», но в Швейцарии это будут суды, потому что там просто так не потерпят, и адвокатура или какой-нибудь КАС, он не будет автоматически принимать сторону работодателей. Это все ввергает ситуацию в хаос. Поэтому пока вообще ничего непонятно из того, будет ли или не будет продлеваться сезон. Даже при пустыхтах. Ну, видишь, зато 6-го числа должна уже на уровне Ангела Меркель уже решиться будет ли возобновляться сезон в Бундеслиге 15-го мая или все, опять это будет отложено на неопределенный строк. Сейчас вот как специально подлита масло в огонь в ФЦ Кёльн, которым прошло очередное тестирование персонала, игроков. Три было положительных результата на коронавирус. Вроде бы как доктор господин Кляйн сказал, что ничего не происходит, это просто свидетельствует о том, что мы ведем правильную работу согласно тем задачам, которые перед нами поставили в разработке концепции выхода на футбольные поля, мы просто проводим тестирование, естественно, что из тысячи человек кто-то даст положительные результаты. И ссылается на рекомендации института Роберта Коха, что мы все это соблюдаем, просто мы троих нашли, изолировали, все, вместе с теми, кто входит в группу один по риску заражения. И все было бы хорошо, если бы один из футболистов ФЦ Кельн Береги из Ферстрата сегодня вдруг не сказал, что не, ребят, я не понимаю, я боюсь, я не хочу играть в футбол, я не думаю о футболе, почему у меня, вот я с этими людьми тренировался, с фидеотерапевтами, я тренировался, у которого это выявили. Как вы вообще себе представляете возвращение? То есть раскол пошел даже уже не просто в ассоциации, а уже в футбольном клубе. На самом деле у Ферстрата девушка, его подруга, у нее хроническое заболевание сердца, он переживает за это. Но тем не менее это прецедент и на тысячу игроков найдется еще какой-то. Там их родственники, друзья, знакомые, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Не кажется ли тебе, что 6 мая ничего не будет принято? Ну, тут еще есть фактор, конечно, давления на общественное мнение, есть еще фактор реакции самого общественного мнения, то есть реакции болельщиков. Насколько я понял, потому что я читаю, что я ожидал худшего, худшей реакции вообще у футбольной общественности в Германии, чем на самом деле. И прочитав информацию про троих зараженных футболистов Кёльна, я понял сначала, что все, это конец, ничего не будет. Но я читал заголовок, а потом, когда я вчитался и посмотрел другие новости, я понял, что все под контролем пока. Что касается ферстраты, то, конечно, человек имеет право, и я думаю, что в таком цивилизованном мире, как Германия, никто не будет кидать ему в спину помидоры, наверняка примут во внимание его психологическое состояние, потому что, как ты знаешь, в Германии очень вовремя выявляют всевозможные отклонения, особенно, опять же, так же, как и в КХЛ, помнишь, мы с тобой обсуждали, что КХЛ, ее репутация и забота об игроках и об инфраструктуре результат трагедий, в Германии то же самое, как ты знаешь, Роберт Энке, который покончил жизнь самоубийством, и теперь в этом отношении очень внимательно поступают все футбольные функционеры, поэтому с человеком, я думаю, разберутся в хорошем смысле слова, я верю в то, что у Кельна и у руководства, и у Бундеслиги найдется способ и репутационно, и фактически это все двинуть в нужном направлении. Действительно, меры принимаются очень серьезные. Я постараюсь к следующему разу узнать мнение наших коллег. И, возможно, кого-нибудь выведем в эфир, потому что есть люди, которые имеют к этому отношение и близко к клубам, сам ты понимаешь, тот же самый Лагардер, он обслуживает по спонсорству и Дортмунд, и, кстати, в Дюссельдорфе у меня работает коллега в Фортуне, тоже в коммерческом отделе, который работал Лагардер, и у них очень много интересных инсайтов, наверняка поделятся. Есть определенное мнение насчет возобновления турнира Бундеслиги и у Ильи Герпус, он считает это чуть ли не фонариум в темном царстве, давай послушаем, как он выскажется на этом селе. Чем, опять же, хороший шаг Бундеслиги? Тем, что Бундеслига себя о себе заявляет как о первом возобновившемся и к ней будет приковано все внимание всего человечества, но я не сомневаюсь, всех любителей футбола они соберут все сливки. Ну, что еще смотреть? Ну, скажите, ну, мы будем смотреть сами, но я прям буду ждать. Вы знаете игроков, пока смотрится Белорусскую лигу или какую еще, вы не знаете, что это, ну, там, часть команд-то я первый раз уже знаю, что они существуют. Да, уже, да, но Бундеслиги, вы знаете игроков изначально, вы знаете основные команды, ну, большинство, знаете, по составу, поэтому, ну, не большинство, там, половина. Если говорить о Белоруссии, это что-то такое, там, знаете, там, экзотика, то Бундеслига это вот оно, это в Лиге Чемпионского некоторые уровни будут матчи. Конечно, мы все будем смотреть. Поэтому я думаю как раз, что премьер-лига английская, она тоже возобновится, безусловно. Они сейчас на все пойдут, но они сыграют. Илья Геркус сказал, что Англия возьмет пример с Бундеслиги, потому что там теряются тоже очень большие деньги. Англия уже, буквально, использовав рупор, вот этот вот, который у меня, если не знаю, видно, за плечом висит, да, они написали, что англичане поэту Австралию будут играть в Перте, в Западной Австралии, где уже практически нет не то, что больных, даже зараженных, что там все хорошо и здорово. Это город Перт, там четыре стадиона, один из них огромный, построили совсем недавно, действительно новая такая огромная кастрюля. Насколько ты думаешь, это не похоже на историю с UFC? Ну, смотри, The Sun, это, наверное, не самое авторитетное издание, да, оно скорее такое хайповое, развлекательное, поэтому надо посмотреть развитие ситуации, кто подтвердит, кто опровергнет. А что касается рупора, то я еще где-то году в 2013-2014 поднимал вопрос среди своих коллег в Le Garder, опять же, в компании, которая кормит немецкий футбол, наверное, больше каких-то других. Я имею в виду, кормит не так, как кормит там ее Deutsche Telekom или Evonie, а кормит, потому что несколько тысяч спонсорских контрактов в год заключаются и контрактов на гостеприимство. Я им сказал, ребята, в России Bundesliga не популярна, потому что она плохо раскручивается. И несмотря на то, что Bundesliga несколько лет назад запустила платформу Bundesliga International, пока все-таки в мире не видно, что эта лига сильно поднялась в плане ее промоушена. И вот в этом как раз-таки сейчас я вижу с одной стороны недостаток, а с другой стороны это очень большая возможность. Я очень надеюсь, что немцы вот этот свой консерватизм немного преодолеют и действительно начнут продвигать лигу как надо. А это лига, в которой есть абсолютно уникальнейшие ценности, которых нет ни в одной другой лиге мира. Это и толерантность, это и отношение болельщиков сознательно, это вообще отношение общества, это и способность не заходить на какие-то опасные территории с точки зрения не взращивать кумиров. Потому что даже про Юргена Клопа, его книга, кстати, порекомендую всем, она на русском языке вышла где-то в 18-м году Элмора Невелинга, его неофициальная биография, там есть интервью его имиджмейкера, который говорит, что в Германии не принято делать кумиров. Так вот, сейчас, мне кажется, разумное, доброе, вечное, Бундеслиг должна начать сеять и поднимать тем самым свой коммерческий потенциал в мире. Не только за счет выступления Баварии, но и за счет общего имиджа. А что касается, кстати, прошлого вопроса, который ты задал относительно Руменигия, тут еще одна мысль в голову пришла. Бавария, как ты знаешь, несколько лет назад приняла курс на более пристальное внимание к молодым немецким игрокам. И сделала серьезный шаг вперед в этом отношении, показав, опять же, тому же Дортмунду, который отстает от нее, что нужно лучше работать со своими игроками и приглашать действительно молодежь, а перестать обращать внимание как раз-таки на зарубежные рынки. Хотя, молодые английские футболисты, это, конечно, тренд, но тем не менее, мы видим, что Бавария привлекает Нюбеля, Бавария привлекала в свое время Никласа Зюли, она окучивает Вернера, она окучивала и привлекала человека, который уже давно сменил несколько клубов, Руди, с другой стороны, Ринато Саншес не заиграл, то есть, Руменигин, на самом деле, он визионер, и дело тут даже не в том, что это Бавария, кстати, Руменигин вообще представитель в Вестфалии, человек родился в Липштаде, поэтому на самом деле к его мнению нужно прислушиваться, но он такой не один. Это правда. Кстати, видишь, Англия зато захотела тоже теперь быть более человеческим лицом, и они предлагают теперь показывать АПЛ бесплатно, если они будут играть в Австралии без зрителей и вообще вот в этой совершенно странной обстановке. Ну, посмотрим, посмотрим. Лига тоже собирается показывать матчи бесплатно. Я понимаю, поэтому Англия хочет действительно пойти, сделать свое лицо более человеческим. И у Sky, кстати, есть бесплатный канал, уже запущен в этом году или в прошлом сезоне, 19-20 или 18-19, у них есть бесплатный канал, есть Sky News, они могут по Sky News показывать. И они собираются, кстати, заставить игроков давать интервью во время матча, вот это футбик нас ждет, конечно, это уже что-то с чем-то. Нам пора переходить к вопросам, у нас такие есть, наши люди, которые нас смотрят, они задают вопросы и они, честно говоря, не самые глупые, потому что мы же сразу объявили, что наша маленькая программа это только для профессионалов и специалистов. Есть ли в РПЛ кубышка с деньгами на аварийный случай? Что делать клубом с долгами? Закрываться? Подозреваю, что да. Вот тут хорошая, кстати говоря, мысль пришла. Кубышка, кстати, есть некая. Пришла в голову мысль о том, что ротация между ФНЛ и вообще расширение РПЛ за счет того, что Химки, Ротор и все остальные требуют. У нас ротация возможна, но есть ряд клубов в премьер-лиге, которые не соответствуют инфраструктурному уровню. Тот же Тамбов, который играет неизвестно где, хоть и играет и хорошо относительно, и зажег звезду Георгия Милкадзе, зажег звезду Обухова. Опять же, все начинают говорить о том, что Спартак плохо воспитывает игроков, это полная чушь, то, что есть различные условия, если человек себя не проявил на уровне перехода из молодежной команды в основную, это не значит, что его должны держать до бесконечности в Спартаке. Кубышка, ну, она, конечно, есть у кого-то, но, думаю, в целом у лиги кубышки какой-то нет. Кубышка пойдет, наверное, либо из РФС, либо из государства. Ну, да, РФС получит деньги от ФИФА, но, опять же, это не такие деньги, чтобы питать клубы РПЛ. Поэтому, ну, давайте избавляться от самых высокооплачиваемых игроков. Это нормальный путь, цивилизованно, не знаю, контракт можно через суд расторгать, а это все подсуетятся, сделают. Ну, да, может быть, тем более мы получим мрот от ФИФА в размере 500 тысяч евро, и что с этой кубышкой мы будем делать? Вопрос, что будет с легионерами? Например, Бундеслига начинает играть, но там же не все немцы, не все границы открыты, и как им попасть в Германию? Что делать легионерам? Честно ли вообще играть в другом составе клубом, ведь они тратили бабки на игроков, а выступать они не будут? Но речь о том, что контракты сейчас меняются, у кого-то заканчиваются, то, что мы с тобой обсуждали в предыдущих выпусках, как же им быть со своими составами? Насколько я знаю, по-моему, по крайней мере, я там читал тоже про Бремен, они все находятся в Германии в распоряжении, в расположении клубов, и я не слышал такого, что кто-то там засел, как Криштиан Роналду, и не хочет возвращаться, но Криштиан Роналду это само все государства, это даже не звезда футбола, а это просто отдельное государство в мире, поэтому он может финансировать армию, да, поэтому ему это дано, а вот, к счастью, в Германии нет таких футболистов, и от таких футболистов стараются избавляться, либо вообще их не привлекать, поэтому в Германии не играют ни Роналду, ни Ибрагимович, ни Месси, при всем уважении не Агуэра, а играют совершенно адекватные люди, а последние игроки, которые там в Узиле, это Бентнер, это Арнаутович, там, Илья, они уже давно в Бунист-лиге не играют. Слушай, ну, они дети по сравнению с теми, они были другие бузатеры, Бентнер просто пил, Роналду же не пьет, поэтому совершенно другого... Тем не менее, государство в государстве в Германии не позволяют делать так же, как и культы личности, потому что это уже когда-то наложило печать вечного покоения на немцев, и это логично. Я разговариваю со многими немцами, они это все понимают. Вопрос от Герхарда, спортинского, не знаю, настоящая ли это имя, фамилия. Если мы ограничиваем зарплату футболистам, где гарантия, что они вообще захотят у нас играть, КХЛ это хотя бы крутая лига, а РПЛ даже не чемпионат Голландии. Если им и не платить, уйдут же, куда им идти в чемпионат и Белоруссии. Ну, разорвут контракт, что не явка к своим обязанностям не приступают футболисту. Наверное, там идет автоматический разрыв контракта. А что, будут фиксировать, и все, не поедет играть, будет отчислен, или лишен премии. Пусть судится. И, понимаешь, на уровне премьер-лиги нашей нет такого игрока, который бы мог засудить клуб. Есть такие юристы. У нас есть юристы роскошные, но они будут работать на стороне клубов. Логично. Максим, мы хорошо с тобой поговорили, мощно. У нас сегодня еще к нам присоединился еще Илья Геркув, даже, генеральный директор «Локомотива». У нас становится все больше просмотров, у нас становится все больше комментариев. И я надеюсь, что у Международной школы спортивного менеджмента станет еще больше клиентов. Кстати, как проходят сейчас твои онлайн-терзания? У нас очень много эфиров. И спасибо также «Спортный день за днем» за помощь в продвижении. И у нас есть люди, которые интересуются обучением. Сейчас мы полностью перешли на формат записанных курсов и личной поддержки. И это очень хорошо экономически оправдано. Плюс у нас есть интерес от организаций. Мы прорабатываем различные варианты. А еще мы хотим запустить новый курс. Пока не буду рассказывать о чем. Но в данный момент идет очень серьезная проработка бизнес-планирования и формата. Я надеюсь, что мы к осени запустим очень интересный курс. А я надеюсь, что мы к осени начнем смотреть футбол. Хотя мы уже через неделю с тобой обсудим первый тур на Франжевских островах. И даже попрощим лечь эксперта на эту тему. Спасибо тебе большое. Хорошей недели. Подписывайтесь на канал, смотрите, задавайте вопросы и подкидывайте темы, которые вы хотели подсудить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok